Привет. Историю пишут победители, поэтому в ней не упоминаются проигравшие. Эта слова принадлежат Антону Дрекслеру, одному из основателей немецкой социалистической рабочей партии, которую позднее под новым названием возглавит Адольф Гитлер. В своем знаменитом заявлении он был абсолютно прав. Историю действительно пишут победители. И пишут, опираясь на свою государственную идеологию, оправдывая свои действия, которые привели их во власть. Что уж говорить про историю России. Каждый новый правитель переписывал ее под себя, и отыскать действительную реальность подчас не представляется возможным. Но мы попробуем это сделать. И в своих исследованиях я буду опираться не на учебники истории, а исключительно на исторические документы. И начнем мы, пожалуй, с Российской империи. Очевидно, что в нашей истории были светлые и темные пятна. Были победы и ошибки, но все это часть нашей истории, без осуждений. Наша история такая, какая есть. Главное, изучая ее, получить опыт, чтобы не повторять ошибки прошлого в настоящем и будущем. О некоторых таких ошибках я расскажу сегодня. Речь пойдет о фактах про образование Российской империи. Итак, Российская империя – это страна, как и практически любая другая страна того времени, в которой собственник всей земли, ее богатств и даже людей был сам монарх. Монарх обладал абсолютной властью. Вся территория государства и даже люди принадлежали ему. Чтобы удержать власть, монархи использовали самый простой инструмент – силу, а также запрещали большей части народа получать среднее и высшее образование. Глупым народам проще управлять, они так считали. Подтверждением этого факта является циркуляр Кухаркиных детях, который был выпущен 1 июля 1887 года. Согласно этому циркуляру, гимназии и прогимназии освобождались от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей низших сословий, так как, по мнению министра, им незачем даже было стремиться к получению среднего и высшего образования. Правда, все-таки исключения могли быть сделаны, если преподаватель поручится за ребенка, заверив учебное заведение о том, что у него гениальные способности. Но на практике такое происходило крайне редко или не происходило вообще. Обоснованием принятия циркуляра была озвучена необходимость остудить российское общество, ограничив передвижение из неблагородных слоев населения в различные чины и студенты, так как они являлись основной движущей силой революционного подъема предыдущих лет. Об этом было объявлено на совещании министров внутренних дел, государственных имуществ, управляющего министром финансов и оберпрокурора Священного Синода Российской империи. Таким образом, высшие сословия монархической России пытались обезопасить свое положение в обществе от тех, кого презирали, просто закровное происхождение. Это привело к тому, что и так не очень успешная в плане всеобщего образования Российская империя очень быстро начала терять свои позиции в этом отношении по сравнению с другими европейскими странами. Как следствие, подъем производства и технологического подъема плавно переходил страны с более развитой системой образования. Монархисты очень любят хвастаться количеством школ при Николае II. И действительно, цифра впечатляет. В 1914 году в Российской империи было более 120 тысяч начальных учебных заведений. Для сравнения, в современной России их чуть более 40 тысяч. Но это не что иное, как жонглирование фактами, потому что опускается такой важный параметр, как вместимость школы. Большинство царских начальных школ вмещало всего несколько десятков человек, а обычная современная школа вмещает несколько сотен детей. То есть 10 раз больше. В сухом остатке в 1914 году на тысячу жителей Российской империи приходилось 59 учащихся. Во многих странах того периода этот показатель был гораздо выше. В Великобритании – 152, Австрия – 143, Германия – 175, Франция – 148, Япония – 146, учащихся на тысячу жителей. Вследствие громадной отсталости России после Великой Октябрьской социалистической революции, советской власти придется наверстывать упущенные, на что уйдет почти 20 лет. Монарх поддерживал устойчивость в государстве, в том числе и через церковь, так как в то время именно она в основном занималась воспитанием и обучением людей. Согласно программе члена Госсовета, профессора Константина Петровича Победоносова, который он назвал «манифестом о незыблемости самодержавия в России», для воспитания послушного населения начальные школы передавались напрямую в ведение Святейшего Синода. После чего, кстати, сразу выросла плата за обучение. Именно на плечи церкви ложилась задача формирования образа монарха как наместника Бога на земле. То есть источником власти в монархическом строе был Бог, а не народ, как сейчас. Кстати, сегодня в России активно распространяется идея, что при монархии люди жили хорошо. И в эту идею некоторые люди искренне верят, несмотря даже на то, что факты показывают обратное. Я имею в виду информацию о том, как жили именно простые люди, а не приближенные монарха. Неудивительно, что люди верят в этот миф. Обратите внимание, какое количество фильмов и других произведений выпущено с целью обелить монархический строй. То есть есть заказчик, кому это выгодно. Кто тратит огромные деньги на это. И выгода здесь очевидная, так как реанимировав монархию в России, она скатится в пропасть и будет поделена на мелкие княжества, которые сгорят в гражданской войне. Почему так я рассказывал в видео под названием «Эволюция системы управления» из плейлиста запретных знаний. Вывод из этого видео такой. Возвращение на предыдущую ступень эволюции, то есть к монархии, это деградация, которая не пройдет бесследно. Россия уже имеет такой опыт. СССР был на пятом этапе эволюции и при возвращении на четвертый, в 1991 году государство развалилось на части и началась гражданская война. Голод и террор. История повторится, если Россия с четвертого этапа скатится вообще на третий, то есть к монархическому строю. Тогда о социальных гарантиях, даже иллюзорных, можно просто забыть окончательно. Такое положение дел выгодно только нашим геополитическим конкурентам, что они и планируют устроить через своих людей в России. Остается один очевидный вопрос к тем, кто желает отката государства до уровня монархии. Кем в таком строе хотят быть эти люди? Приближенными к монарху или крепостными? Вряд ли второе. А значит налицо потребительское мышление, которое по сути говорит о том, что к такому человеку плевать на остальное общество. Главное тепло пристроить свое мягкое место. Какое-то время идеи удержания власти за счет неграмотного населения хватало. Но таким образом, как я уже говорил, Российская империя начала буквально отставать по всем фронтам относительно других стран с более качественным образованием. За 80 лет к 1900 году Российская империя скатилась с третьего места в мире по ВВП до шестого. ВВП на душу населения же в 1912 году составил 110 рублей золотом. А в Германии 300, в Англии 500, а в США 720. Годовой заработок рабочих в 1913 году достигал 300 рублей. А в США втрое больше. Правда отдать должное, что и продукты питания в США на тот момент были дороже. Но тем не менее уровень жизни был значительно выше российского. Да и такого понятия как гзот тогда не было. Поэтому было нормой, что мужчины трудились по 12 часов в день, не считая сверхурочных и по 6 дней в неделю. Женщинам и детям, да, детям, было ограничение до 10 часов в день, не считая сверхурочных и также по 6 дней в неделю. Детский труд тогда был нормой. И это я говорю о нормах, которые были на закате Российской империи, которые были еще сто с небольшим лет назад. Знаете, скорее всего монарх так и не понял, что с безграмотным населением он проиграет конкуренцию наций. Что в принципе и произошло. И вот почему я так считаю. Впервые вопрос о всеобщем начальном образовании на рассмотрение правительства был поднят только после первой революции 1905 года. А годом позднее на рассмотрение был внесен соответствующий законопроект. Да, я не говорился именно о всеобщем начальном образовании, а не среднем, как сейчас привычно. Спустя два года к 1908 году были приняты лишь некоторые пункты того законопроекта. А не весь законопроект целиком. А к 1912 году законопроект о всеобщем образовании граждан Российской империи был откланен окончательно. Кстати, и во многих европейских странах закон о всеобщем образовании был принят еще в середине 19 века. Выходит, что те, кто сегодня говорит о всеобщем обязательном образовании в Российской империи, не знают или умышленно молчат о том, что закон был только на бумаге и не был окончательно принят. На самом деле, к 1914 году грамотность среди мужчин составляла всего 54%, а среди женщин 26%. И это с учетом того, что грамотным тогда считали тех, кто умел просто хотя бы читать и писать. Для сравнения в Европе, в Германии, Франции и Великобритании этот показатель был более 90% среди мужчин и женщин. Для того, чтобы удержать власть и пресечь среди населения революционное настроение, в августе 1888 года было выпущено положение об усиленной и чрезвычайной охране, которое давало областным и губернским властям право вводить на неопределенный срок режим чрезвычайного управления. В период ее действия местные власти наделялись правом высылки нежелательных лиц, закрытия учебных заведений и средств массовой информации и также передачи гражданского судопроизводства в военным судам. Интересно бы послушать, что тогда либералы бы говорили про свободу слова, права человека и прочее. На самом деле ничего, так как не было даже тех прав человека, которые сегодня считаются привычными и общепринятыми. Верхом же произвола стало организованное при министре внутренних дел особое совещание, которого в несудебном порядке могло ссылать кого угодно, либо держать людей под арестом до пяти лет просто за то, что они подозрительны. Чтобы неудобная монархической власти информация не распространялась, в 1882 году были введены временные правила о печати, в которых, конечно, ничего временного не планировалось, а вводилась полная жесткая цензура, согласно которой любое неугодное издание могло быть закрыто решением министра внутренних дел или оберпрокурора Синода. Дворянскому же сословию на селе предоставили дополнительные полномочия и льготные кредиты, через созданный для этого в 1885 году Дворянский банк, что привело к еще большему обнищанию крестьянских семей и усилило социальную напряженность. А чтобы людям было просто даже некуда пожаловаться, в 1864 году в сельской местности мировой суд был заменен произволом земских начальников, после чего в 1890 году был усилен правительственный контроль над земствами, в которых были лишены избирательных прав ремесленники и мелкие торговцы. И завершением разработанной профессором по педоносцевым программы стало издание 1892 года «Правил о местностях, состоящих на военном положении», которыми регламентировался режим военного положения, предусматривающий передачу власти от гражданских к военным органам и широкое применение военной юстиции. И, конечно, все это не смогло остаться без реакции населения, так как чем больше на людей давишь, тем сильнее будет накапливаться протест, и он вспыхнет в момент слабости власти. А постоянно сильной любая власть не может быть в принципе. Так и монархическая власть своими действиями вызвала такое недовольство народу, что после этих нововведений революции пытались делать просто все, кто только мог. Ну а последняя февральская буржуазная революция 1917 года свергла монархию в России как таковую, дав возможность более радикальным партиям реализовать народ и повести его путем отмщения за все притеснения, которые он натерпелся. Данной силой станет вернувшейся из ссылки Ленин, а организованная им революция уничтожит Российскую империю вместе с угнетателями. Поэтому сегодняшней элите, которая пытается возродить сословное деление в обществе и вернуть монархический строй, стоило бы вспомнить, чем это заканчивается. Так была разрушена Российская империя, после чего страна погрузилась в хаос. Гражданская война между новой властью и сторонниками монархии унесла по разным оценкам около 12 миллионов жизней. И в результате разрушения Российской империи и последующей слабости власти Россия умудрилась проиграть проигравшей стране в Первой мировой войне и не получила за это ничего, за что было пролито килотонны русской крови. И причиной этому была недальновидность монархической власти, которая презирала своих поданных и не желала давать им качественное образование и снизить их эксплуатацию. Это далеко не все факты о монархии и в следующих видео я продолжу разбор. А пока подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным. И обязательно делитесь, может до разумных людей, кто утопит за монархию, наконец-то дойдет, что они заблуждаются. Ну а фанатиков монархистов жду в комментариях. А на этом все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok